В современном мире, где наука и технологии развиваются с невероятной скоростью, инновации в сфере образования и коммуникации становятся все более актуальными. Одной из таких является разработка студентов Казанского федерального университета, направленной на улучшение процесса обучения и обмена знаниями. Институт фундаментальной медицины и биологии в связи с острой необходимостью в обучении иностранных студентов придумал особенность, которая станет ключевой в понимании тем докладов. Так, при содействии англоговорящих обучающихся, презентации и сообщения будут параллельно переводиться на английский язык, что благоприятно скажется на успеваемости студентов, не говорящих по-русски. Эта особенность была продемонстрирована на недавнем заслушивании докладов. Идея создания билингвальных заседаний пришла ко мне, когда иностранные студенты начали обращаться с вопросом о том, как они также могут вовлекаться в научный и практический учебный процесс, как они смогут выступать, могут ли они выступать в виде докладчиков или слушателей, тогда мы подумали, почему бы не переводить наши доклады на английский язык и вести параллельный перевод. Уникальностью нашего общества является то, что заседания мы проводим на двух языках, на русском и английском языке. Наши участники нашего общества делают большую работу перед заседаниями. Это поиск литературы, ее обработка, также создание презентации, общение с пациентами, диагностика. У многих организаторов нашего студенческого общества давняя история участия в различных кружках, как по хирургии, так и по патологии. Но в таком формате мы проводим заседания впервые, куда приглашены наши иностранные друзья, наши иностранные специалисты. Мы очень рады заинтересованности наших друзей с иностранных групп. Проект, над которым трудились студенты, предлагает уникальную идею – параллельный перевод докладов и презентаций во время их непосредственного проведения. Этот подход не только упрощает понимание информации для слушателей, но и позволяет докладчику сосредоточиться на презентации, не отвлекаясь на языковой барьер. Как утверждают сами иностранные студенты, подобный способ сможет дать им возможность не отвлекаться на использование сторонних переводчиков во время доклада. И значительно сократит время понимания предложенного текста. Это отличная возможность как для обучающихся, так и для преподавателей, которые смогут сократить расстояние между студентами и рассказчиками в понимании конкретной темы. У нас проводится, наши студенты непосредственно участвуют в конкурсе научных работ имени Лобачевского. У нас проводится коллаборация с непосредственно нейрофизиологами, также участие в Алмазовской олимпиаде по неврологии в Санкт-Петербурге. И непосредственно участие наших студентов в итогом конференции в КФУ в секции клиническая медицина. Меня зовут Маро Морган. Я студентка Института фундаментальной медицины и биологии. Тот проект, который прямо сейчас проводится нами в КФУ, имеет очень большое значение для иностранных студентов. Мы можем участвовать в семинарах. На этом семинаре мы будем говорить о синдроме Гиина-Барре. Тут участвуют как и русскоговорящие, так и англоговорящие студенты. Наша команда очень постарается сделать это в самом лучшем виде. Одним из главных преимуществ инновационной разработки студентов является возможность повышения качества и эффективности образовательного процесса. Обучение становится более доступным и понятным для студентам, позволяя им легче усваивать информацию и расширять свой кругозор. Инновационная разработка студентов университета также способствует развитию межкультурного диалога и взаимопонимания между представителями разных стран и культур. С помощью системы параллельного перевода слушатели могут лучше понять идеи и мысли докладчика, а также обменяться мнениями и опытом в процессе обсуждения. Елизавета Газизянова, Ильшат Хусаянов, Андрей Вагудинов, Универ Новости.